Привет! Это рубрика Чудо-техники. Я сижу за рулем Шкода Кодиак, про него будет видос на канале. Еду в Тольятти, чтобы снять там ретро-фестиваль, про него тоже будет видос на канале. Но на самом деле и то и другое, приложение к главному. А главное, очень странная машинка, которую я во время последнего визита, собственно, в Тольятти, видел полуразобранной. Мне очень хотелось понять, как она будет смотреться завершенной. И разумеется, я просто мечтал на ней покататься. И то, и другое сегодня реализуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я нахожусь в Тольятти. Рядом с одним очень интересным гаражом. Смотрите, я к нему еще даже не подошел, а уже что-то любопытное у нас тут. Кажется, это распиленный Лексус, вроде бы. Ладно, запомнили Лексус, заходим внутрь. И здесь у нас машина, которую я застал на этапе сборки. И даже на этапе сборки абсолютно выпал в осадок, потому что мне показалось, что очень крутая история. В общем, вот та самая машина уже собранная. Рядом Олег. Голова, так сказать. Здравствуй, моя машина. Калаш Кастом. Я, если не забуду, ссылку поставлю в описании. Если забуду, просто Калаш Кастом в Ютьюбе наберите, и вы найдете этот канал. Зачем? Хороший вопрос. Во-первых, про эту машину там рассказано. А во-вторых, помните распиленный Лексус? Он превратится в четверку. И весь этот процесс превращения Лексуса в четверку будет на канале Калаш Кастом. Поэтому есть зачем подписаться. Но то будущее, а это вот уже настоящее. Фух. Короче, я про эту машину реально не знаю вообще ничего. Олег ее делал, поэтому рассказывать будет он в основном. А я и вы, соответственно, слушать. Да, идея вообще такая спонтанная появилась. Потому что у нас было две Волки. Одна плавающая, вторая на раме V8 мотор стоял. И эти все запчасти у нас остались. Соответственно, мы такие, блин, что бы сделать, что бы сделать. Я только думаю, надо сделать гоночную тачку в ретро-стиле. Ну и, короче, идея была оттуда. Что, типа, берем запчасти от Волги, делаем как-то вот на глазок каркас, обшиваем металл металлом, потому что мы работаем на станках для металл-шейпинга. И вот получилось такое чудо. Абсолютно спонтанно. Офигительно красивая тачка. Но давайте все-таки начнем чуть-чуть пораньше. Я ее застал, пока она являла собой пространственную раму с колесами. Да. И сейчас этого, к сожалению, не видно. Она стала крашен. Давай немножечко внутрь залезем, посмотрим, что у нас там живет. Это абсолютно небезопасный отсек на данный момент, потому что мы торопились, как бы, не знаю, сделали за месяц весь кузов. И тут у нас находится бензобайк и аккумулятор. Угу. С супер-дружественным отношением. Понятно. Так, а мост волговский, да? Волговский, но мы его заварили дифференциалом. Ага. Так, а как вообще подвеску строили? Там у нас что? Тут я вижу, аморты, пружины и продольные рычаги, да? Парк, что так? Да. Вообще с подвеской была целая история, потому что мы сделали спилет, и чтобы не обжечься и как бы не переделывать сложные детали на этапе ката-кузов готов, мы все тестировали, даже на треке два раза. Подвеска здесь, мост волговский, но по факту тут установлена боковая стабилизация, как у Жиги, только единственное, она регулируемая. Мы ее немножко укоротили, прыговская. А тяги уже тут стоят рычаги, точнее, боковые право-лево. Это больше как драговая подвеска. То есть мост очень мало кренится за счет ее конструктива, но зато он меньше, ну, там, как-то проседает или дергается на старте. И мы долго боролись именно с прыжками, потому что профиль резина очень большой, и чтобы у нас не прыгал мост на этапе пробуксовки, то есть мы тут боролись с конструкцией как раз расположения тяг и самих амортов. В итоге доборолись, и конструкция зажила. Много было итераций, где-то 3-4. То есть вот так вот, не быстро. Ну, в нашем случае мы быстро это делали, переделывали, но как бы не сразу пришли к той концепции, которая реально заработала. Так, прикольно. Ну, давай тогда заднюю часть прикроем, мы под капот попробуем залезть. Давайте, давайте. Сейчас для этого нам придется взять ключики, потому что... Новый для российского рынка продукт – моторное масло Бизол. В наше время новых решений надо присматриваться к новым брендам, и Бизол – один из них. Это масло делают на заводе в Германии, за качеством очень тщательно следят, то есть от каждой партии отбирают пробы, они хранятся по полгода, их проверяют в лабораториях, то есть качество – это действительно важный принцип работы, поэтому Бизол подходит в том числе и для форсированных, высоконагруженных моторов. Марка представлена в нескольких десятках стран, среди которых теперь есть и Россия тоже. Ссылки на Бизол в описании к этому видео, ну, а мы с вами продолжаем. Много мелочей, на самом деле. которые не видно, по факту, они очень много отнимают. А что, ну, например, это всегда… Так, все. Таких неочевидных ключей действительно хватает в любом проекте, здесь это было что? Да здесь в основном, конечно, это, допустим, тот же капот, все его крепежи, элементы крепежа, да, тут такие у нас почти лаповые стёжки. Капот тут у нас форму держит. Так, здравствуй, Волговский мотор здесь, что ли, или это Жиговский? Нет, это 402-й от Волги. Только здесь, что нам пришлось ещё сделать? Мы переместили заливную горловину, она была тут. То есть мы как бы срезали, заварили, перенесли назад. Пришлось много деталей занизить, для того, чтобы всё-таки мотор у нас не упирал вверх. Короче, в стандартном варианте он под капот не помещался, и пришлось вот туда вот так вот рамбовать. Да, да, вот рамбовать это мало того, что для этого рамы пришлось сделать, потому что изначально вот этот мотор стоит вот тут, то есть на балке. Балка вот. То есть мы его сместили и занизили на приличное расстояние вниз. Из таких элементов, которые мне особо не нравятся, это охлаждение, именно вот этот вентилятор, который сейчас в данный момент на хомутиках. У нас был аккуратный, там, радиатор, но он не выдержал, мы закипели. То есть как бы покатались, покатались, закипели, и вот заколхозили такой, потому что мы были на мероприятии, у нас не было выбора. Выхлоп, конечно, у вас такой прям красота. Вот здесь вот. Ну, выхлоп, да, сделали так. На быструю руку, но это прикольно получилось. Она, наверное, орёт страшно, или как? Ну... Скоро узнаем. Не слышим, да, скоро. Итого, с подкапотом разобрались, давай про кузов поговорим, потому что даже мой неопытный глаз кое-где видит следы долгой и напряжённой работы. Ну да, есть такие моменты. Вообще, здесь, получается, все кузовные элементы сделаны с нуля абсолютно, своими руками, и при помощи... Ну, в основном при помощи станков, которые, собственно говоря, вот по левую руку у меня находятся. Слушайте, это ваши станки? Да, это, которые мы сами сделали. Это молот, роллер, и английское колесо, доработанное под наши хотелки. Кстати, да, основное занятие Олега это производство станков, насколько я прав. Да, да. Вот, поэтому компания, как у вас называется? Старк. Короче, имейте в виду, нужен станок, ищите в интернете Старк, возможно, найдёте. Вот, давай дальше пропустим. Что касается решётки, это был один из сложнейших элементов, тут было сложно сделать именно углы переходы, поэтому пришлось много долбить металл, его оправить, рифтовать, и мы ещё, в принципе, с этим даже не закончили. Но в целом она получилась так эргономично, потому что мы её сделали не по лекалу, не по какому-то чертежу, то есть это было тоже... сделали общий контур, наружный, лицевой, решётку огромную, тяжёлую, то есть в принципе можно было её сделать иначе, но она здесь больше как для красоты сделана, именно по дизайну. И мы просто эту решётку уже облизывали. Ну такую решётку повредить сложно, мне кажется, зато не веселее. Ну да, даже если коробка впереди идущего автомобиля влетит, то радиатор не погрят, это точно. Вот. Так, а всё остальное. Я потому что сделал это тщательно, вот здесь такие вот кайфы, тромки вот рядом с подвеской, это же не просто... Ну, тщательно это так, относительно как бы. Если взять за основу тот факт, что сделано за месяц, то в целом это тщательно, потому что за месяц такие вещи в России, я думаю, что никто не делает. Это прям вот из какого-либо преувеличения. Дальше вот здесь, в основном, все детали были сделаны на английском колесе. Взять капот, боковые крылья, верхние элементы, боковые элементы. А что касается салона, тут уже много роллера было. Допустим, все вот эти ребра жесткости мы накатывали при помощи роллера. И те же сидения... У нас есть тут небольшой такой косяк конструктивный. Я могу сразу о нем рассказать. Рассказывай. У нас лопнули сидения, потому что очень много людей посидело в них. И лопнули они не потому, что... Люди много жрали. Да. Ага. А потому что мы не отожгли алюминий перед тем, как его согнуть. То есть там край загнутый был, надо было его отжигать перед тем, иначе он лопнет. Тут у вас ветровое стекло колоссальных размеров. Кстати, здесь вот расстояние существа меньше, чем там. Это тоже, так сказать, так получилось? Или... Где-то расстояние. Ну вот здесь вот, вот отсюда. А, ну да, это специально так, чтобы мы просто загоняли ветровую пушку... Ничего себе! И смотрели, как это... Понятно, понятно. Только поэтому не надо. Разумеется. Ладно, мы, короче, сделали умные лица, как будто все поверили. Погнали дальше. Так, тут ездобоком планируется на ней, среди прочих, или это так, в общем, туда же для? Да, он рабочий, но тут даже больше идея была... Мы очень много жгли резину, и чтобы было это удобно делать, мы ручник подключили на переднюю ось. А, понятно. Да, то есть он, когда мы держим ручник, он держит переднюю ось, и тем самым мы можем делать большие бурнауты и жечь много резины. Угу. По панели ничего такого сверхъестественного. Такие панели были когда-то, в те времена, и, в принципе, мы их повторили плюс-минус одинаково. А тут некрасивый получился приключатель, там тоже пуск двигателя, у нас радиатор охлаждения имеется. Ну, потому что он такой более современный. А приборы, они тоже по факту современные, но сделаны под ретро-стиль. Я их заказывал просто на Алиэкспресс. Это лодочный. То есть спидометр работает по GPS-у, тахометр там по 3-4 проводам подключается, уровень топлива тоже подключен, как бы, и температура, что для нас очень важно, потому что мотору греется много. Если уж так вот дальше проходить, то тут есть два элемента. Это хало, которое, как бы, по теории защищает человека во время переворота, на чем я голову не сломал. Но в нашем случае навряд ли надо защитить, потому что там всего лишь такой листовой каркас. Потому что у вас нет ремней безопасности. Да. В первую очередь поэтому. Да. И это в том числе. Тут была задняя часть. Я показывал это на видео, в принципе, можно будет на канале посмотреть. То есть она целиковая, вот эта часть, и ее было сложно сделать, потому что здесь разные радиуса в разные стороны. И как бы очень было сложно растянуть металл именно таким образом, чтобы он повторил лекало. А лекало делал с провода. Элемент вот это единый, да? Да. И вот здесь приварен. Да. Понятно. Очень была такая проделана большая работа. Ну, в принципе, все это есть на канале. Если кому интересно, прям детально посмотреть процесс изготовления кузовных деталей. Но вот просто по своему, по своим ощущениям, я говорю, что от этого было сложно. Решетка, там, халло тоже, потому что она состоит из двух частей. Это шов тут у нас посередине идет. Ну, его, в принципе, видно. Так, о планах на будущее расскажи. Я знаю, что она будет покрашена, да? Еще, что еще осталось доделать? Что с ней дальше? Какие на нее планы? Что с ней произойдет? Планы следующие. Ну, во-первых, покраска. Это процесс не быстрый, не легкий. Тут много надо будет рифтовать, много штукатурить, шпатливать и так далее. Хочется поменять рулевую колонку. У нас уже есть идея, потому что она болтается. Волговская развалилась быстро. Потому что, когда на треке катались, вот она развалилась. какие-то изменения по подвеске рулевой системе, но мы их уже доработали. Что еще? В какой цвет покрасить? Красный, да, она будет? Ну, цвет, это секрет. А, да. Ну, в общем, все, подписывайтесь на канал, как бы. Да-да-да. Хорошо. Там уже узнаете, какой будет цвет. Ну, а так попалом, что, ставить другие колеса, дальше мы хотим зимой на ней по озеру гонять, по льду. Я думаю, будет прикольно и круто. отлично. Вот подкопит. Ух, абсолютно непередаваемые ощущения, просто непередаваемые. Ах, единственное, любой лежачий полицейский становится проблемой. У машины нет крыльев, поэтому положим, надо ездить аккуратно. Иначе процесс умывания случится, когда его совсем не ждешь. Но в целом, это, конечно, что-то с чем-то, ведь на самом деле за рулем этой машины ты начинаешь понимать, что чувствовали гонщики прошлого. Вы только в это вдумайтесь, ведь уже в 30-х годах моторы развивали по 200 и по 300 лошадьевных сил и ездили за 200 на таких тачках, имеющие никаких средств безопасности. Смертность гонков тогда была колоссальной, а самое главное, что удовольствие это люто дарабое и в те годы тоже. Поэтому сокращение поголовья европейских аристократов в тогдашнем Гран-при не хуже воина обеспечивали. Но если про нашу машину говорить, то, конечно, зад у нее гуляет очень активно, очень. Машина легкая, зацепа не слишком много и когда ты пытаешься наиболее место скатануть, пробонсовка наиболее место вот буквально я забыл, что АБС нет, колеса останавливаются буквально. Ух! Машина шлифует на первой, шлифует на второй и я думаю, вот здесь побольше места, она бы на третьей шлифовала. Когда ты едешь с педалью в пол, когда едешь с педалью в полу, теряешь ускорение просто, потому что машина движется в пропуске. шлифует... Это потрясающее ощущение. Бернаута в моей биографии творческой прежде не было, теперь появился. Но на самом деле от езды тоже ощущение совершенно убийственное, особенно когда я первый раз перед лежачим тормозил. Потому что здесь, ну естественно, нет АБС, а еще я как-то не привык видеть колеса автомобиля на ходу. И я к нему подъезжаю, жму тормоз, и в какой-то момент вращающиеся колеса застывают. И тут я начинаю понимать, что испытывали те парни, которые участвовали в Гран-при сто лет назад. Ведь их машины очень похожи на эту были. И технически, и концептуально, правда, еще мощнее, но не суть. В любом случае, это какие-то абсолютно непередаваемые, такие, знаете, первородные ощущения того самого исходного, какого-то очень правильного, дикого, возможно, но очень чистого автомобилизма столетней давности. И вот это действительно прям дико круто. У меня, разумеется, морда сейчас вся в грязи, потому что грязь летит из-под колес, крыльев-то нет. И ничего меня это совершенно не смущает. Просто я вспоминаю те кадры хроники, когда машина заезжает в спидстоп и с бидона льет топливо туда, вот в заднюю часть. В это время парень за рулем курит сигарку, опрокидывает вискарик и стопарик для бодрости духа и едет дальше. Вот таким был автоспорт когда-то. Кстати, мне пришло в голову только что, что вот этот огромный хвост, он здесь дань традициям, а там, вероятно, ради топливного бака была большая задняя часть, потому что я представляю, сколько жрали 5-6-литровые моторы в те на легкие времена. В общем, в любом случае, это очень классный проект. Я прям вот в восторге под действием адреналина и наслаждения. По зави скажу только одно, это круто. Вот это по-настоящему круто. Проект сделанный с душой, с фантазией, с чувством вкуса и стиля. Это, наверное, одна из лучших машин на базе «Волги», которые я когда-либо видел. Вписывайтесь на «Калаш Кастом», «Станки Старк», если кто занимается производством, вам будет, возможно, полезно. И, короче, все на этом. Лайки, дизлайки и, конечно, комментарии экспертов. Ребят, я всю дорогу призываю вас подписываться на мой телеграм-канал «Эдзен». Так вот, в данном случае это имеет смысл. Дело в том, что по дороге из Тольятти я заехал в город Пенза, в один очень интересный гараж. И там обнаружил проект. Известный, между прочим, пока не достроенный, но очень любопытный. Вот сходите по ссылке в описании и поймете, о чем речь.